Арбитражный суд ввел процедуру конкурсного производства в отношении Пермского Проинвестбанка. Срок конкурсного производства составит один год. Этому предшествовало решение суда о назначении экспертизы правомерности выводов временной администрации о начислении резерва по ряду заемщиков. Результаты проверки полностью опровергли выводы о недостаточности активов банка и необходимости его банкротства. Но сейчас тему подробно обсудим в нашем эфире. У нас в гостях Александр Воронцов, экс-председатель правления Проинвестбанка. Александр, приветствую. Спасибо, что находите время с нами общаться всегда. В итоге, что это означает решение сейчас для Проинвестбанка, для вас в частности? Ну, наверное, больше для клиентов. Не так важно, что оно означает для меня. В пользу случаем я бы хотел выразить слова благодарности тем людям, которые остались неравнодушны данному абсурдному решению и которые вчера целый день разрывали мне телефон. На самом деле это очень приятно и очень важно. И один из крупных наших кредиторов вспомнил интервью, которое РБК брал у меня в день отзыва лицензии. И мои слова о том, что в нашей стране спорить с государством практически бесполезно. И вот так он сказал, ну, большое вам спасибо, что вы хотя бы попытались. И вот такие слова поддержки, они для меня крайне важны, потому что мы в Львове сделали это не зря. То есть те 7 месяцев, которые мы сопротивлялись данному эффективному банкротству, нам позволило сэкономить для наших вкладчиков, сэкономить из конкурсной массы больше 50 миллионов рублей, которые временная администрация, которые СВ хотели уже потратить на свои придворные компании и переложить из карманов наших вкладчиков в карманы тем, кому это, видимо, больше нужно. Что сейчас делают вообще вкладчики, акционеры, кредиторы? Как у вас с ним выстраивается диалог? Что сейчас вообще происходит по каждой из категорий? Диалог выстраивается достаточно конструктивный. То есть люди понимают, что мы бьемся за них, мы бьемся за их деньги и оказывают нам всецелую поддержку. На самом деле вчерашнее решение было абсолютно неожиданно для всех, кроме, наверное, сотрудников Центрального банка. То есть всем было понятно, что противостояние выходит на следующий уровень, что в деле появляются какие-то новые силы. То есть была заменена полностью временная администрация проинвестбанка, ее усилили сотрудниками Центрального аппарата Банка России. Ну, теперь понятно, для чего это делалось. И резко изменилась тон поведения сотрудников Центрального банка в суде. У меня, конечно, не очень большой опыт арбитражных дел, но я никогда не слышал, чтобы участник арбитражного процесса говорил в лицо судье следующие вещи. В эфире только не произнесите, если там были какие-то слова ругательного характера. Нет, не ругательного о том, что суд неправильно привлек в дело представителя кредиторов. Суд незаконно назначил экспертизу деятельности временной администрации. Суд не должен был привлекать представителя собственников. И если решение будет не в нашу пользу, мы пойдем эти вещи отдельно обжаловать в иных инстанциях. Ну, на самом деле, это хамство. Вот как бы с точки зрения профессионального сообщества это хамство. И человек, который такое говорит, он понимает, что, видимо, никто ему ничего возразить не может. И в деле был включен административный ресурс максимального уровня. У меня нет других слов. Все вот эти категории, кредиторы, акционеры, заемщики, что они сейчас? Они ждут какого-то дальнейшего шага? Ну, конкурсное производство, по крайней мере, объявлено. Ну, смотрите, на самом деле, также я хотел еще раз это сказать для всех наших клиентов, кредиторов и вкладчиков, что для них, по большому счету, ничего не меняется. То есть, банк как генерировал прибыль, он так ее и генерирует. Как кредитный портфель планово гасится, он так и гасится. Как я уже говорил ранее, что в январе будет собрано 100% для первой очереди, а до конца 2022 года будет собрано 100% для всех остальных кредиторов, эти вещи, они по большому счету неизыблемы. И этому может помешать только бесконтрольная трата денег со стороны конкурсного управляющего. А почему тогда вы гарантируете, что 100% будет обеспечено? Этим же занимается временная администрация. То есть, вы здесь никаким образом повлиять уже ведь не можете на них? Мы можем повлиять двумя путями. То есть, мы в любом случае, как работали с заемщиками, так и работаем. То есть, я в любом случае обзваниваю и лично разговариваю с теми клиентами, которым либо сложно гасить, либо им нужен какой-то совет, где перекредитоваться. То есть, как сделать так, чтобы денежные средства вернулись в банк скорее. Ну и второе направление, это будущая работа в комитете кредиторов. Чтобы бить по рукам тех, кто будет пытаться расходовать денежные средства вкладчиков. В течение этого года что будет происходить? Можем ли мы увидеть распродажу активов и так далее? Мы, скорее всего, это увидим. В любом случае, конкурсный управляющий будет пытаться заработать на распродаже активов. Вообще, меня вот в последнее время часто спрашивают, а почему столь настойчивый центральный банк в деле введения банкротства? Почему все-таки не согласиться с очевидными вещами и не ввести ликвидацию? Объяснение очень простое, потому что процедура банкротства, она позволяет заработать на конкурсной массе и на деньгах вкладчиках, ну, в общем-то, всем вокруг. То есть компаниям, которые аккредитованы при АСВ и вообще центр околокриминального заработка на банках, он сейчас сместился именно в сегмент работы с банками после отзыва лицензии. То есть я, может быть, скажу немножко крамольную вещь, но все профессионалы это знают. Вот. Раньше разворовывать банки было принято. Собственниками, менеджментом 20 лет назад, 10 лет назад, даже 5 лет назад. Это было принято. И не всем, конечно, но это было. И вполне конкретные сотрудники центрального банка это крышевали. И вполне конкретные сотрудники правоохранительных органов за этим наблюдали. Отсюда мы видим миллиарды из Захарченко, Черкалиных и всех остальных. И отсюда мы видим триллион рублей наших с вами денег, которые государство вкачало в спасение проблемных банков. Открытие, Промсвязьбанк, Югра, Банк Москвы и все остальные. Сейчас это делать нельзя. Проинвестбанк пойдет по пути вот этих же банков, которые вы только что называли? Нет, Промсвязьбанк не пойдет по пути этих банков по той простой причине, что у Промсвязьбанка хватает денег на то, чтобы расплатиться со всеми вкладчиками. И менеджменты, собственники Промсвязьбанка не набивали свои карманы за счет денег средств вкладчиков, а честно исполняли свою работу. Ну вот теперь задача всей вот этой когорты компаний попытаться заработать на банкротстве. То есть при АСВ аккредитовано 11 компаний только по направлению бухучет. Эти 11 компаний получают выручку миллиард рублей в год за счет банков с отознанной лицензией. То есть миллиард рублей они достали из карманов вкладчиков текущими платежами, переложили в свои карманы. Рентабельность этих компаний 60%. 600 миллионов рублей в наличном виде перекочевало из карманов вкладчиков банков с отознанными лицензиями в чьи-то чужие карманы. Мы то, что предотвратили расходование на 34 миллиона рублей подобной компании, я считаю, что мы уже сделали большой вклад. Александр, буквально пару минут у нас остается. Что дальше? Вы каким-то образом сейчас можете повлиять на дальнейшие решения? Что вы будете делать? Просить назначать новые экспертизы? Какие-то новые проверки? То есть какие дальнейшие действия с вашей точки зрения? Первое действие – это однозначно обжалование несправедливого приговора, определение. Мы очень хотим выяснить, каким же образом будет отброшена экспертиза, которую суд сам назначил. И вторая задача – все-таки это не дать конкурсному управляющему по дешевке распродать активы банка. Это может все происходить в следующем году? Это будет все происходить в следующем году. Более того, это планировалось происходить уже в этом году. В сентябре нас приглашали на совещание в агентство по страхованию вкладов, где нам проводилось совещание на уровне целого заместителя директора. И нам было предложено совместно продать в оперативный кредитный портфель для того, чтобы пополнить конкурсную массу. На наш вопрос о какой цене мы будем продавать этот кредитный портфель, было сказано примерно так. Но вот временная администрация сказала, что там потери 100%, поэтому если мы продадим процентов за 20-30, это будет хорошо, это будет наполнение конкурсной массы. На что нам было сказано, а вот если залоги по этому портфелю в три раза превышают его обеспеченность, то есть тот, кто купит за 30%, он взыщет 100% и на этом заработает 70%, а наши вкладчики останутся без денег, на что нам было сказано, ну, видимо, вы не готовы еще к разговору, поэтому давайте с вами поговорим позже. А есть понимание, кто может стать интересантом покупки всех этих активов? Любой человек, у которого есть деньги и который хочет таким образом заработать. Александр, последний, наверное, такой вопрос. Что дальше? Вы сами сказали, 7 месяцев я даже себе записал, мы сопротивляемся. Вы будете дальше продолжать сопротивляться? Вас самого это не утомило? Я вот сейчас вас спрашиваю, как Александра Воронцова именно. Александра Воронцова это утомило, это очень утомило мою семью. Огромное спасибо моим детям, моей жене, моим всем близким, которые меня поддерживают. Но у меня нет другого выбора. Как я сказал на церемонии вручения твердой знаки, которой меня наградил газета «Коммерсант», у меня нет другого выбора, как стать поперек горла твердой костью у этих людей до тех пор, пока все вкладчики и все кредиторы не получат свои деньги до последней копейки. Предлагаю на этой ноте. Спасибо, Александр Воронцов, наш студия, экс-председатель правления «Проинвестбанка». Мы говорили о введении конкурсного производства. Я думаю, что встретимся еще с вами, Александр. Спасибо огромное. Спасибо за беседу. Спасибо.